Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт виза.сам.ру И сейчас давайте я вам расскажу о работе на Кипре. Кем можно работать на Кипре? Русским, украинцам, белорусам. Давайте начнем с самого главного. Прежде всего, работа на Кипре. До русских, украинцев и белорусов есть в туристической сфере. Прям даже когда идешь, допустим, я был во всех городах Кипра, Пафос, Ларни, Каянапа, даже в кафе, например, вывеска висит, разыскиваются официанты, разыскиваются повара. Причем на русском, иногда wanted staff на английском. То есть можно работать с официантами, с зазывалами в кафе. Не знаю, честно, как это правильно работа называется. Люди, которые стоят, зазывают, например, туристов в кафе или купить экскурсию, автобус. Продавцы, наверное. Купить экскурсию, взять, конечно, не автобус купить, а взять машину в аренду. Вот есть одна такая часть работы в туристическом бизнесе. Требуется еще крупье в казино. Вторая часть. И третья часть, кем можно здесь работать, это, конечно, различные отельные гиды, аниматоры, транспортные гиды, которые встречают туристов. Эту работу можно найти в крупнейшей компании. Коралл Тревел, Библиоглобус, Аннекс Тур и другие, которые летают на Кипр. Но сразу скажу, я расскажу без прикрас, мне не надо никого рекламировать, как всегда на нашем канале, честно. Есть свои подводные камни, от которых я вам сейчас расскажу. Во-первых, многие крупнейшие компании, те же Коралл, Пегас, Библиоглобус, как найти эту работу? Вы заходите на их сайт, и, например, там требуются вакансии. Созваниваюсь, все хорошо, вы подошли. Но многие из них, например, официально вы должны сделать рабочую визу. Многие из них отправляют вас работать на Кипр по провизе, по туристической визе. Что является, естественно, незаконом. И таким образом, например, при лете в аэропорту киприоты тоже знают эту фишку и, допустим, спрашивают женщин, едут ли они работать или отдыхать. И поэтому у вас должны быть заготовлены ответы, чтобы вам, ну, был такой случай у знакомой, тоже все договорилась о работе. Поехала, не подготовила легенду или историю, ей не поверили и дали просто визу на 2 месяца. Естественно, никто и билеты не стал оплачивать по работе. Она просто, ой, не надо 2 месяца, на 2 недели. Она просто съездила на Кипр отдохнуть за свой счет вместо работы. Вот такие ситуации бывают. И, например, даже если вы работаете по провизе, вы должны вести себя аккуратно. Естественно, никому не говорить, что вы работаете. Если придут проверяющие, вы должны притвориться, что вы отдыхаете в этом отеле. И другие нюансы, которые вам уже объяснят при личном собеседовании. Рабочий график. Рабочий график, конечно, тут жесткий. Например, может быть, 6,5 дней всего полдня отдыха либо там в течение 6-1, вот мне как раз говорят, 6 дней, один день отдыха, но это очень хорошо. Но, скорее всего, вас другими знакомыми говорили, могут в этот день заставить работать. Который у вас отдыха, что-то сделать вроде бы так, ненавязчиво, ну, как откажешь, когда вас просят работодатели либо отель, в котором вы работаете. Откажете, потом вам могут какой-нибудь штраф, допустим, придумать. И в итоге получается, что 6,5 дней работаете. На Кипре жара. Работники обычно живут друг с другом. Иногда на двоих снимают. Иногда им какую-то квартиру снимают на 4-5 человек. То есть такого кайфа, что вы приехали и кайфуете, нету здесь. Ну, давайте, какие здесь зарплаты? Зарплата где-то около 1000 евро. Поэтому едут в основном люди из провинциальных городов работать. Выходных практически нету. Вот у вас один или полдня, вот выходной. Так что стоит или не стоит вам ехать работать на Кипр, решать вам доступные вакансии. Это отельные гиды, продавцы, трансферные гиды, крупье в казино, официанты и все, что связано в сфере туризма. Русскоязычные люди здесь нужны. Даже знание английского языка, естественно, приветствуется. Можно, будет больше вариантов, но некоторые умудряются работать и только с русским. Так как очень русских людей здесь много на Кипре и требуется русскоязычный персонал во многих местах. Ну, все, всем пока. Надеюсь, я вам рассказал действительно правду о работе на Кипре, а не только как все тут круто и хорошо. С вами был Борис Соколов с сайта виза.сам.ру Подписывайтесь на наш канал. Только правдивые отзывы, только правдивая информация с места событий. До встречи в следующих видео. Пока-пока.